Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новая история стран Европы и Америки». На прошлой некции мы с вами говорили об истории Соединенных Штатов Америки в XIX веке, когда в США очень острым был вопрос о рабстве. Мы говорили о том, что такое аболиционизм как явление, и о гражданской войне между Севером и Югом, которая завершилась победой северян и поражением Южной Конфедерации, после чего на Юге была проведена реконструкция. А вот завершался XIX век для США очень крупным и важным событием – испано-американской войной 1898 года. Что такое испано-американская война? Это вооруженный конфликт между США и Испанией. Это фактически первая война за передел колониальных владений. Вы помните, что США приобретали наши территории посредством покупки? Луизиану купили в Франции, Лориду купили в Испании. Часть территории Мексики была захвачена в войнах США с этим государством. И все-таки США на рубеже XIX-XX веков, вступая в эпоху инфериализма, начали вооруженную борьбу за передел мира в свою пользу. Испания к тому времени была такой дряхлеющей классической колониальной империей, которая ослабевала, не могла уже в полной мере управлять своими колониями, рассыпанными по всему миру. И США очень хотели захватить Кубу, которая находилась очень близко от южных штатов США. И также имела виды на некоторые другие владения Испании, наподобие Филиппин, Пуэрто-Рико и так далее. Нужен был повод к этой войне, и он очень быстро получился. На рейде Гаваны, кубинской столицы, города Порто, неожиданно взорвался американский крейсер Мэн. В то время крупные морские суда были паровыми, и у них иногда случался взрыв парового котла. То есть это могла быть просто неосторожность, какая-то халатность допущенная экипажем. Но американцы тут же объявили, что это диверсия, что корабль был взорван испанцами. И Испания в ответ на такое обвинение потребовала допустить их инспекторов для проверки того, что же произошло на этом корабле, на крейсере Мэн. Но американцы не дали им осмотреть корабль, и вообще они его сразу же затопили, чтобы видимо скрыть любые следы того, что там произошло. Но тем не менее, вот это событие очень быстро послужило поводом к развязыванию полномасштабной войны. Надо сказать, что война это не была полной неожиданностью для той и другой стороны. Дело в том, что уже несколько лет с 1895 года на Кубе шло восстание против испанского владычества. В следующем году, в 1996 началось антииспанское восстание на Филиппинах. И в Испании давно было известно, что восставшим повстанцам и на Кубе, и на Филиппинах активно помогают Соединенные Штаты Америки. Испанцы попытались этому противостоять для оснабжения сухопутной армии новейшим оружием и строительства современного флота. Испания добилась получения займа от некоторых европейских стран, но не успела реализовать планы перевооружения. Испанская армия и флот, повторюсь, совершенно не модернизированные, устаревшие, не смогли ничего противопоставить вооруженным силам Соединенных Штатов Америки. Армия США была оснащена новейшей военной техникой. Сами военные действия начались 21 августа 1898 года. В морских сражениях при Кавите на Филиппинских островах и Сантьяго на Кубе на три четверти в двух сражениях был уничтожен испанский флот. Сухопутные войска тоже оказались не в состоянии противостоять силам США. И кроме того, население как Кубы, так и Филиппин не скрывало своих симпатий к некоторым Испании, в данном случае к американцам. И война закончилась очень быстро. Уже в конце августа Испания начала переговоры о мире. И по Парижскому мирному договору от 10 декабря 1898 года Испания утратила Кубу, Филиппину, Пуэрто-Рико и некоторые другие небольшие островные территории. И окончательно перестала быть империей. А мы же переходим к следующему вопросу. Правда в рамках все это американского континента. Латинская Америка в новое время. Что такое Латинская Америка? Это регион мира, к которому относят обширные территории западного крушария, к югу от США. Это Мексика, Центральная и Южная Америка. Это общая площадь территории под 21 миллион квадратных километров. Происхождение названия Латинская Америка связано с романно-германскими языками, на которых говорят большая часть населения региона. То есть это отражение культурного влияния латинских или романских народов Пиенейского полуострова, испанцев и португальцев, которые колонизовали именно Центральную и Южную Америку. И это здесь создало такой фундамент для формирования здесь новых наций. Большая часть Латинской Америки говорит на испанском языке. Бразилия, очень крупное латиноамериканское государство, говорит на португальском языке. В новое время Латинская Америка представляла собой регион, который нес в себе черты прошлой средневековой эпохи. Традиционная индейская государственность, то есть государство майя, инков, ацтеков была уничтожена. Власть в этом регионе перешла фактически в руки колонизаторов и католической церкви. Фактически Испания и Португалия осуществляли такую тотальную территориальную экспансию по всему континенту. Испанские и португальские языки стали доминировать, что и дало повод назвать регион Латинской Америкой. Надо сказать, что если в США иммиграция была в основном народной, ехали простые люди, то из Испании и Португалии в Америку ехали преимущественно дворяне. Работать они здесь не хотели. По их мнению, работать здесь должны были местные жители, индейцы или привезенные из Африки негры, рабы. Сразу же расцвел невольничий рынок, потому что далеко не все индейцы хотели работать. Они стали погибнуть, но не становиться рабами. Надо сказать, что испанские дворяне, их потомки, которые переселились к риолу, вот они использовали труд безземельных крестьян, которых называли пионами. Это в основном индейцы, а также негров-рабы. Руководство политика Испании в колониях осуществляло Совет по делам Индии, созданный при короле Испании. Вице-короли в Америке осуществляли высшую власть и олицетворяли собой испанскую корону. На высшей должности в колониальной администрации назначались выходцы из числа испанской феодальной знати. Огромную роль в управлении колониями здесь играла католическая церковь. Надо сказать, что недовольство со стороны политика митрополии нарастало. И за недовольство высказывали различные слои населения, в том числе и буржуазия. Основными представителями колониального населения являлись креолы, которые и начали борьбу за независимость. Под непосредственным воздействием французской буржуазной революции началось освободительное движение в колонии Сан-Доминик, которое завершилось в 1804 году созданием первого независимого государства в Латинской Америке, которое приняло древнее индейское название Гаити. А, собственно, в Испанской Америке первым очагом борьбы за независимость стала Венесуэла. В апреле 1810 года здесь, в столице Венесуэлы, началось восстание против колониального господства. В венесуэльских повстанцев возглавил Симон Боливар, легендарная личность, человек, сыгравший главную роль, пожалуй, в освобождении Испанской Америки. Война за независимость Венесуэлы велась невидимым ожесточением с обеих сторон. Боливар издал декрет о войне не на жизнь, а на смерть, на основании которого все испанцы, попавшие в руки повстанцев, просто уничтожались. Окончание наполеоновских войн в Европе позволило Испании подавить восстание в Венесуэле, но новый этап борьбы начался в 1817 году, и два года спустя Венесуэла добилась независимости. После Венесуэлы армия Боливара начала войну за освобождение новой гранады. Испанская революция, буржавная 1820 года, отвлекла внимание митрополии от Америки и облегчила победу повстанцев. Войска Боливара заняли всю территорию новой гранады, включая Панаму и Клодор, и к 1822 году все освобожденные территории объединились в единое государство под названием Великая Колумбия. Другим центром особоительного движения в Латинской Америке стал Буэнос-Айрес, столица вице-королевства Ла Плата. В 1867 годах этот важнейший порт в устье реки Ла Плата пытались захватить англичане, но местное население сумело отбить эти нападения. И в 1810 году в ответ на попытку испанских властей ограничить свободу торговли в Буэнос-Айресе были созданы временные правительства, и с того момента фактически Ла Плата обрела независимость. Надо сказать, что здесь началось соперничество между отдельными регионами, и одна из провинций Парагвай уже в 1810 году освободился и поступил построить собственные государственности. Затем провинции Ла Плата под угрозой Бразилии, со стороны Бразилии, приступили к созданию федерации, но в 1826 году провинции вновь договорились о создании объединенного государства Аргентина. Война за Ургвай завершилась в 1828 году мирным договором, по которому Аргентина и Бразилия признали независимость Ургвая. С Ла Плата свобода пришла и в страны, расположенные на берегах Тихого океана, Чили и Перу. В 1817 году армия под командованием генерала Хуана де Сан-Мартино начала поход через Анды, который завершился год спустя по разрушению независимости Чили. Из Чили объединенные силы двух государств двинулись в вице-королевство Перу, которое было оплотом испанского господства Южной Америки, но независимость Перу была повышена уже в 1821 году. В какой-то момент испанское совраделение продолжилось, но армия Боливара вышла к северной границе Перу и в 1823 году в Перу вступили колумбийские войска. 9 декабря 1824 года состоялось решающее сражение на равнине Айакучо, в которой генерал Сукре повстанчески нанес поражение испанцам. Его войска освободили в Верхнее Перу, где была создана независимая республика под названием Боливия. Ну и наконец в январе 1826 года сдались последние испанские крепости в Перу и Чили и война Испанской Америки за независимость завершилась. К этому времени свободу добилась также Мексика, бывшая новая Испания. Здесь первое восстание тоже началось еще в 1810 году, но потом оно было подавлено и только спустя 11 лет, в 1821 году под руководством генерала Итурбиде Мексика завивала независимость. Затем он присоединился к части территории Центральной Америки, пригласил себя императором, но в 1823 году был свергнут своими подданными, а потом расстрелян. В 1824 году была утверждена республиканская конституция Мексики. В Бразилии долгое время находился королевский двор Португалии, спасаясь от французского нашествия в Европе. И в 1815 году Бразилия была преобразована в королевство, равное в правах с Португалией. Колониальная система здесь практически рухнула, и Португальская революция в Бурже 1820 года тоже подтолкнула Бразилию к независимости. В 1822 году Бразилия прогласила независимость, а принц Педро, оставленный отцом для управления, ею принял титул императора. Итак, в ходе борьбы образовались независимые латиноамериканские государства. Аргентина, Боливия, Бразилия, Мексика, Парагвай, Перу, Чили, Уругвай. В основном это были республики, и только монархия сохранилась лишь в Бразилии. Теперь у литературы есть замечательные книги Альпировича «Испанская Америка в борьбе за независимость». Книга Альпировича Слезкина «История Латинской Америки» с древнейших времен до начала 20 века. Есть книжка Лаврецкого, это биография Симона Боливара «Москва, 81 год» издания. Вот, пожалуй, это все о книгах, теперь о контрольных вопросах. Итак, первый из них. В каком году состоялась испано-американская война? Второй вопрос. Какое событие послужило поводом к ее началу? Третий. Какие территории отошли к США по итогам испано-американской войны? Четвертый. Укажите хронологические рамки войны за независимость в Латинской Америке. И последний вопрос. Почему регион называют Латинской Америкой? Благодарю за внимание. Продолжение следует...